Азамат Исмаилов платит налоги на авто, дом и участок, площадь которого превышает 100 квадратных метров. Уже восьмой год подряд он своевременно выполняет налоговые обязательства. В среднем Азамату Исмаилову налоги обходятся в 10 тысяч сомов. В этом году мужчина по старинке пришел платить сумму в налоговый орган, но в будущем планирует воспользоваться платежным терминалом. Платить налоги онлайн я никогда не пробовал, но хочу уже перейти на этот метод, потому что сюда приходишь, ждешь очереди, это занимает много времени. Было бы хорошо больше информации узнать об онлайн-платежах, как правильно оформлять все и больше не мотаться туда-сюда. К новому упрощенному методу оплаты налогов привыкли далеко не все. Большинство граждан сталкиваются с проблемами при использовании онлайн-платежей и предпочитают приходить налоговый орган, как и раньше, так как в случае вопросов всегда можно обратиться к специалисту. Легче так оплачивать, потому что возникает очень много вопросов, как исчислить, как оплатить. Поэтому мы создаем советы и направляем через кассу РСК, чтобы они оплачивали. Просто люди сами затрудняются иногда бывает. А так объяснишь один раз, они все уже сами могут начислить, исчислить и оплатить. Уплатить налоги можно, не выходя из дома. Достаточно иметь под рукой телефон или компьютер. Граждане могут без посещения налогового органа выбрать удобный для себя способ уплаты. Стоимость налога подсчитывается автоматически. Достаточно лишь ввести ИНН и госномер автомобиля. При онлайн-уплате налога на жилье и недвижимое имущество необходимо ввести район, город или аильный аймак нахождения имущества, ИНН владельца и сумму налога. Налоги можно оплатить в кассах любого банковского учреждения, почтовом отделении, а также через платежные и посттерминалы, мобильный интернет-банкинг, платежные карты или другие периферийные устройства. Подробную информацию можно получить по номеру 1240 или на сайте www.sti.gov.kg. Напомним, что до 1 сентября текущего года необходимо уплатить налог на транспорт. До 2 сентября налог на жилые дома, квартиры, неиспользуемые для предпринимательской деятельности, и земельный налог.